Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас сегодня на волнах нашей программы «Диалоги о Вечном». И с нами сегодня в нашей виртуальной студии замечательный гость из Тель-Авива, Равин Йосиф Херсонский. Приветствую вас! Всем привет из Тель-Авива! Шалом! Я открою секрет нашим слушателям. Я с большим удовольствием с вами общаюсь, потому что, когда я вам задаю вопросы, то вы раскрываете свет в конце туннеля. В каждой ситуации вы видите хорошую сторону. Поэтому я задам несколько вопросов, которые, возможно, волнуют и наших радиослушателей. И надеюсь, что вы научите нас оптимизму, вере, и мы вместе с вами будем радоваться, в частности, и приближающемуся Новому году. Итак, первый вопрос. В Израиле, по сути, пало правительство Биби Детаньяу. В марте будут новые выборы. Опять четвертые выборы уже за последние два года. Что будет неизвестно, многие утверждают, эра Биби Детаньяу закончилась, а вместе с ней и все хорошее, что он принес. Какой ваш взгляд на это? Ну, я должен обязательно сделать оговорку о том, что политика и политология – это не область моей компетенции, поэтому я буду говорить как раввин. И я скажу, что если вот когда Трамп приходил в власти в Америке, никто не мог предположить, что это будет так эпохально, как, не знаю, как Дарий Второй, который отпустил евреев из Вавилона и дал им деньги на храм, ну вот, возможно, Трампу второй каденции не хватило для того, чтобы запустить проект восстановления третьего храма, потому что уже это казалось просто все сказочным. То же самое с Израилем. Никто не знал и никто не знает, к чему это приведет. Я надеюсь, и вот здесь я процитирую Эйнштейна, который говорит, что глупый человек, он повторяет одни и те же методы в расчете на то, что он получит разные результаты. В Израиле есть болезнь партий без повестки и вообще жизни без повестки. Другая обратная сторона медали – это то, что в Израиле люди растут свободными такими, вот обратная вот комплекса в еврейской мамочке. Поэтому мы не знаем, что принесут нам выборы. Но пока что партий правого толка больше. По-израильской правого – это же не националисты. Так что я думаю, что глобально ничего не изменится. Государство работает, работает неплохо. Особенно глазами евреев из диаспоры. Вот это чудо. За 70 лет такая страна и стартап нейшн, и прочее, и прочее. Мы находим это у пророка Малахи, когда он говорит евреям, точнее он от имени евреев спрашивает. Бог, ты говоришь, что ты нас любишь. А в чем выражается твоя любовь, можно понять. И он им отвечает примерно то, что евреи диаспоры говорят об Израиле. А евреи, которые задают этот вопрос к Богу, они как бы из Израиля говорят, почему сервис плохой, экономика плохая, то не так, это не так. Сравните нас в Швейцарии, с Массачусетсом, с нормальными странами. Где твоя любовь? Он говорит, стартап нейшн, 70 лет, все нормально, все хорошо. Думаю, что ничего не изменится. Вы знаете, одной из жалоб, прежде всего, израильтян является как бы диктатура главного суда справедливости, который узурпировал себе власть. Посмотрите, он, например, даже рассматривал вопрос закона, который принял Кнесет о еврейском характере государства, что, в принципе, как бы является нарушением конституции, вмешательства в дела, так сказать, законодательной власти. Смотрите, для начала я скажу, что как таковой конституции в Израиле просто нету, потому что, когда государство Израиль возникало, ответом на вопрос, а какая у нас будет конституция, очень многие люди, не только религиозные, говорили «Тора» о нашей конституции, а другие совершенно не могли это принять, потому что, ну, тогда нам придется соблюдать шаббат на законодательном уровне и так далее. Сегодня государство Израиль сделало еще один шаг от прежней левой диктатуры, антирелигиозности и социализма в месте взяток, не знаю, что хуже, потому что вроде как кажется, что против Бога выступать это плохо, но на самом деле социализм это еще хуже, это убивает человека, и тогда просто, если человек умер, он уже вернуться к Богу не может, а пока он жив еще как-то. Но на самом деле это казалось как угроза, это такой, как свет, свет, который приходит из темноты, он сладкий, он приятный. Казалось, что Богац, Высший суд справедливости собирается заниматься совершенно не юридическим, не судебным делом. Говорить о характере государства, здесь проблема не в том, что это нарушает какие-либо законы, а вопрос в том, что сложно рассмотреть этот вопрос с точки зрения юриспруденции, это вопрос идеологический, это вопрос ценностный. А, собственно, закон, он о чем? Это заявление о том, что государство Израиля – это государство еврейского народа, демократическое, нормально относящееся к другим народам, без дискриминации, вот это все можно обсуждать. Но вопрос был в том, а может ли государство утверждать, что оно еврейское? Может ли демократическое государство быть мононациональным? Все удивились, что сегодня богатц высшей суд справедливости и его знаменитые левые судьи не рассматривали вообще по существу утверждения о еврейском характере государства, то есть они признали, что это так. И как бы мы ни думали вчера, или кто-то переживал, честно говоря, я не переживал, потому что, а кого интересует этот богатц? Ну, в смысле, да, там могут быть какие-то законодательные последствия, но кто мне, еврею, скажет, что государство Израиль – это государство всех народов, или караимов, я не знаю, кого, ну кого, ну камон, это несерьезно. Но интересно, что и они тоже, в общем, этот вопрос не поднимали, и это очень хорошая новость, это еще один шаг в государство Израиль к нормализации отношения к еврейству. Но, можно сказать, богатц вышел из шкафа и всем сказал, да, мы еврейская, мы евреи, да, мы еврейская государство. Мы вообще все знали, но мы делали вид, что мы нет, но теперь мы можем смело об этом сказать. Думаю, что многие наши радиослушатели еще не оправились после, я хочу сказать, падения Трампа, но после, во всяком случае, результатов голосования и отказываются верить в то, что президентом будет Байден в Америке. Что вы скажете по поводу возможности смены власти в нашей стране? В Торе говорится, что сердца царей в руках Бога. Мы посмотрим, как это будет. Вот если я не разбираюсь в политике и политологии, но в Израиле я хотя бы живу, а в Америке я разбираюсь значительно хуже, хотя я там жил, но это было давно и неправда. Вот я думаю, что нам нужно сфокусироваться на нашей свободе выбора, а как Бог решит, что будет, пережили Обаму, переживем, переживем. Спасибо вам большое. Другим челленджем... Я ничего против Обамы не имею. Нет, я, честно говоря, говорю то же самое. Пережили Обаму, переживем, кто бы ни пришел. Для Израиля, для Обамы это была катастрофа, конечно, это было очень тяжело. Еще одним челленджем нашего времени, конечно же, является продолжающийся коронавирус. В Израиле официально сегодня заявили о третьей волне. По-моему, если всего было в какой-то момент несколько сот случаев обнаруживали в Израиле в день, а потом было более двух тысяч, потом это начало спадать из-за карантина, а сейчас три тысячи или более трех тысяч человек. То есть вы ощущаете коронавирус, тем более угроза нового вируса из Великобритании. Ваш взгляд вообще на происходящую пандемию и нашу жизнь? Я, поскольку не имел и до сих пор до конца не имею собственного взгляда, потому что Бог мне не сообщал, зачем Он это устроил. Я пока что не пророк, а иных способов изведать эту историю нет. Я спрашивал умных людей, я, как вы, делал интервью, где-то на страничке Jewish Point в Фейсбуке лежит подборка и в Ютубе. Я спрашивал разных умных людей, которых, я считаю, держу за умных, вот до вас не добрался, что они думают, зачем это Бог привел. И один человек мне сказал ответ, который меня не удовлетворяет, но мне очень нравится. Он сказал, когда ты сталкиваешься с масштабными вещаниями, то есть с Богом, было бы странно, если бы тебе это было понятно. А когда тебе непонятно, это как раз нормально, значит, ты в адеквате. Наоборот, когда Бог кажется понятным человеку, это вызывает подозрение. Либо к его требовательности к информации, либо к тому, может быть, он просто не с Богом имеет дело, может быть, он имеет дело с чем-то простым. Пандемия точно меняет наш мир. Пандемия точно учит нас тому, что вещи могут поменяться. И если, знаете, с возрастом, когда ты с подросткового возраста, а я с подросткового возраста в религии, когда ты веришь в Машеха в подросткам, то ты ждешь его вот сегодня, сейчас. И когда ты встречаешь этого Рамбома, или учеников Рамбома, которые пишут, нужно верить каждый день в приход Машеха, одна из основ веры. И не просто верить, а ждать его каждый день. И ты слышишь истории про, я не помню, про кого это, про Хофетсхайма или еще про кого-то из великих раввинов, у которого был свой сюртук на приход Машеха, и когда какой-то шутник потрубил в шафар, и он почему-то подумал, что это Машех, он пошел быстро одеваться, вот так вот он ждал Машеха, а не как это с ним. Но потом ты взрослеешь и становишься, из радикала ты становишься либералом или консерватором, как там у Черчилля было в цитате, ты начинаешь, в общем, понимать, что Машех может и не прийти. И как-то жизненный опыт тебе говорит, что вот вчера не пришел, и позавчера не, а ты ждал. И тут приходит коронавирус, который в один день буквально, ну почти в один день берет и переворачивает всю ситуацию с нагнадой. Ты начинаешь верить в то, что бывают быстрые процессы. Мы все говорим о скорости времени, о том, что в последнее время время бежит быстрее, чем раньше, но вдруг, когда оно побежало существенно быстрее, мы все удивились. И не успели перестроить образование, медицину, все это по ходу. Мне кажется, это очень важная история. Не знаю, зачем, не знаю, за что, не знаю, ради чего. Сомневаюсь, это за что-то, или ради чего-то. Я скорее за ради чего-то. А вот чего, ну знаете, уже столько всего поменялось, столько всего произошло. Вот до ковида мы с вами не разговаривали, может быть, ради этого. Один ноль в вашу позу. И хочу тогда добавить, я думаю, что наш разговор с вами, это как раз урок Машеха, то есть урок мессианства. В каком смысле? В том смысле, что мы как раз и хотим увидеть свет в конце любого туннеля и любой тьмы, мы хотим этот свет раскрыть. Мудрецы ведь говорят, что каждый человек, у которого есть разум, как будто был отстроен в храм его жизни. То есть, мне кажется, вот этот урок разума, то есть умение видеть, что мы должны сделать, не только замыслов Всевышнего, потому что замыслов Всевышнего от нас, конечно, далеки. Но поскольку он и даровал нам свободу выбора, о чем вы говорили, то наша свобода выбора как раз заключается в том, решить в каком-то смысле для нас, для людей во имя чего, когда вы сказали, может быть, для того, чтобы мир соединился лучше, чтобы мы могли обсуждать какие-то вопросы духовности вне рамок географических, да, это одна из возможных причин, другая причина, может быть, вот мы бегали на работу, ходили в синагоги, а сейчас по большей части люди дома с семьей, может быть, настоящий храм, это твоя семья, может быть, в частности, и ради этого. Поэтому любой выбор позитивный, хороший, светлый, который принимает человек, это и есть, может быть, выбор самого Бога вместе с нами. Это в рамках, так сказать, квантовой механики о том, что это вот не так все однозначно, а наши выборы, наш взгляд, они тоже влияют на реальность. Я хотел бы тогда неожиданно переброситься в страну, из которой вас выгнали по указанию ФСБ, увидев в вас опасность для Российской Федерации, то есть вы представляете... Угроза безопасности, попрошу. Угроза безопасности, угроза безопасности Российской Федерации. Интересно, в чем, собственно говоря, состояла ваша угроза, на ваш взгляд, особенно в свете потрясающей трагикомедии, разговаривать со своим убийцей. Смотрите, если честно, когда я посмотрел этот ролик, я вспомнил, как мне когда-то позвонил ФСБ в 2014 году, или, по крайней мере, человек, представившийся ФСБ. Я не проходил подготовку ни в ФСБ, ни в Шабаке, или в МОСАДе, или еще каких-нибудь, но когда мне позвонил человек, говорит, я из ФСБ, я говорю, значит, вы сейчас кладете трубку и перезвоните, представляетесь по-нормальному, и мы начинаем разговор, потому что я в эти игры не играю. А этот человек почему-то так не сделал. Но в том случае, в том случае, это был подполковник, действительно ФСБ, который потом пришел и показал корочку. Смотрите, с одной стороны, у нас перед глазами история с городом-шхемом, который вырезали два брата, Шимон и Леви, сыновья Якова. И когда комментаторы задаются вопросом, а в чем был грех города, почему нужно было вырезать всех, то, если я не ошибаюсь, Рамбом пишет, что есть коллективная ответственность народа за царя, даже когда это не демократический режим или демократически авторитарный, а когда это прямо царский режим, авторитарный, тем не менее, есть ответственность народа за царя. Если царь убивает, то в каком-то смысле заслуживают казни все подданные, которые не выступают против этого. Но мне кажется, что во всей этой истории есть еще несколько важных уроков. Важных уроков нам, евреям, в том ракурсе, что когда ты видишь, какие-то вещи, это тебе Бог показывает, указывает тебе какой-то урок. И мне кажется, здесь очевидны два месседжа. Первый месседж в том, что когда у тебя есть свои правила, в случае с евреем, это заповеди, и к тебе приходят твои начальники, говорят, нарушите правила, я все согласовал, все нормально, ты должен соблюдать правила. Как нас учат мудрецы, если с одной стороны есть заповедь соблюдать шаббат, а с другой стороны есть заповедь, почитать родителей, если родители тебе говорят, нарушишь шаббат, ты говоришь, нет, это инстанция выше. Второй важный урок, который мы видим, он заключается, на мой взгляд, в том, что в общем и целом этот ФСБшник все делал правильно, но там чуть-чуть, по мелочам, не в точности, все соблюдал. И это важный урок тоже, он подтверждает позицию Тора, когда Тора призывает нас быть праведными в деталях, то есть соблюдать скрупулезно, почему там кто-то удивляется, Богу есть дело, на каком боку я сплю, какую руку я мою первой, какую второй, какую руку я надеваю. Зачем вот эти вот все подробности во всех этих заповедях? А мы видим, что когда ты не соблюдаешь подробности, допускаешь такие проколы, что потом президент страны не знают, что ему делать. И ты создаешь большие проблемы. Мне кажется, это важные уроки нам, евреям, по соблюдению Тора из этой стены. Замечательно. Я должен также упомянуть, по-моему, ваши слова, которые я слышал в социальных сетях, о том, что вы сказали, что вообще, когда туман рассеивается и, так сказать, ложь тоже рассеется вместе с туманом, то, в общем, это тоже, по сути. Верно? Мне кажется, что здесь еще происходит, да, вы говорите про мой пост в Фейсбуке, где я писал про то, что это еще один шаг декоммунизации, но уже не страны, а мозгов, потому что мозги очищаются медленнее, чем сортиры. Но на самом деле я поддержал идею Кирилла Рогова, такого политолога российского, который сказал, что все понимали и понимают, что советская власть была прогнившая изнутри. Но был такой миф, что сзади стоит КГБ СССР, в котором не шпионы, а разведчики, блестящие люди, отточенная система, четко работающая. На самом деле это не так. И хорошо, что мы это увидели. И счастлив тот, кто понимает, что нету вот этих вот историй. Это все мифы. И в конце концов, это нас учит тому, что не нужно полагаться на кого-то или бояться кого-то или зависеть от кого-то. Нужно из себя представлять что-то достойное. То, чему учат нас тоже. Да, в этом смысле, кстати, продолжая логику ваших слов, любая ложь рушится, как, собственно говоря, сказано у нас в наших еврейских источниках, шекер энлора грайм, то есть у лжи нет ног. И это нам нужно помнить в нашей личной жизни. На самом деле, я думаю, что мы все помним хорошо времена, когда мы с Новым Годом воевали как с врагом. Находили там иглопоклонничество и всякое все чуждое. Это тоже вписывается в поговорку Черчилля о том, что тот, кто не был радикалом в молодости, у того нет сердца. И когда человек приходит к Туори, приходит к истине, он не может не убегать из Египта и не воевать, не пытаться бить темноту пал. Со временем ты понимаешь, что Новый Год это, ну может быть, когда-то елка и была или может быть, до сих пор где-то, это религиозный символ, но по сути, по крайней мере, у русскоязычных евреев, если они не вкладывают в это какой-то специальный глобоклонческий смысл, это просто праздник, когда люди собираются и у тебя есть возможность с ними повидаться, если это родители, это исполнить заповедь уважения к родителям или сказать слова Тора за столом или еще что-то, мы вот с женой всегда ездим к родителям отмечать с ними Новый Год, потому что там только Оливье, елка, мандарины, а зато есть возможность исполнить заповедь. Чего бы я пожелал себе, родителям и вообще всем, кто нас слушает в Новом Году, я бы не ограничивать Бога своими представлениями о прекрасном. Рабе Нахман из Браслова говорил, если ты веришь, что можно испортить, верь, что можно исправить. Мы только что целый год видели, как можно все просто рушить. Мы знаем, что у Бога свойство милосердия несколько крат превышает его свойства строгости, справедливости и жесткости. Можно только догадываться о том, какие блага, какие изменения к лучшему могут ждать нас. И если бы я пожелал вам здоровья, кто сказал, что Бог хотел нам дать только здоровье, может еще и богатство. Если бы я пожелал здоровья и богатства, может быть, он хотел ума дать. Так что я предлагаю не лимитировать Бога своими представлениями о прекрасном и с каждым днем, не дожидаясь Нового года, до, во время и после Нового года, желать и верить в то, чтобы все было наилучшим образом на усмотрение Бога. Замечательно. Поэтому я вкладываю смысл ваших слов в обычное пожелание, которое евреи дают друг другу в Роша Шану, в еврейский Новый год и говорят «Ямале, ашем миша лотеха литова», чтобы Всевышний все ваши пожелания исполнил к добру, чтобы добро Всевышнего преобладало. Поэтому хочется пожелать всем нашим радиослушателям и здоровья, и счастья, и ума. С новым счастьем!